Павел Усачёв знаком многим белгородцам. Его имя постоянно на слуху среди сверстников. Его называют юным Коперником. Он многократный победитель Всероссийской Олимпиады по астрономии и серебряный призёр 17-й Международной Олимпиады. Павел – обладатель премии президента. Он стипендиат мэра Белгорода. Увлекаясь звёздной наукой, а также физикой и математикой, он не забывал и про остальные предметы. Выкладывался, что называется, по полной. Итог упорной работы и бессонных ночей – медаль за особые успехи в учёбе. – Что стоит за этой медалью? – Скорее всего, это упорный труд моих учителей и, наверное, чуть-чуть моего труда. – То есть твоего чуть-чуть? – Да. – Это было трудно? – На мой взгляд, не так уж трудно за то, что я Олимпиадой занимался. Татьяна Пенькова тоже медалистка. Секрет её успеха простой, но по силам далеко не каждому. Нужно всё свободное время отдавать учёбе и быть всегда в погоне за новыми знаниями. При этом у Тани есть свой талисман, который всегда при ней на контрольных и экзаменах. – Талисман есть. Он сейчас даже на мне. Это серёжки в форме цвета с пятью лепестками означают оценку пять. В девятом лице из медалистов можно было создать целый класс. Их здесь 18 человек. Это рекорд города в этом году. У каждого ученика был свой стимул для того, чтобы получить высокую награду. Для меня золотая медаль – это, ну, скажем, прямолинейно, в первую очередь, большое достижение. Результат моего труда и моих преподавателей. Это награды за проделанную работу. Это выработка силы воли. Большая доля труда и лишь маленькая честь таланта. Для меня золотая медаль – это показатель проделанной за 11 лет работы. Совокупность работоспособности, самоорганизации и таланта. Гордость и радость. Это доказательство моей индивидуальности. Это победа. До начала торжественной церемонии выпускники по традиции почтили память павших в годы Великой Отечественной. Они возложили цветы к вечному огню на соборной площади и к стелле город воинской славы. Затем их ждала сцена драматического театра. Выпускники-отличники – главные герои сегодняшнего вечера. За успешную работу их поблагодарил мэр Белгорода Сергей Баженов и дал несколько напутствий. Какую бы вы дорогу не выбрали, знайте, вас ждет всегда родной Белгород. Здесь вы не просто получили путевку в жизнь. Здесь востребованы ваши способности, ваши желания улучшать наш город. Все эти лучшие качества, которые с любовью вкладывают у вас родители и учителя. Добрый день. Такая церемония проводится уже третий год подряд по инициативе мэра Белгорода Сергея Баженова. Он лично вручает сертификаты самой именитой пятерки выпускников, которые добились высоких результатов в учебе, научной, экспериментальной деятельности, творчестве и спорте. Но сегодня Сергей Баженов вручил еще одну награду особенной девушке. Ирина Гончарова прикована к инвалидной коляске, но болезнь не помешала ей покорять мир знаний. Занимаясь на дому, Ирина добилась тоже высокого результата. Она медалистка. Какие твои любимые предметы? Больше гуманитарные. Там история, общество. Ирина, куда дальше планируешь? Ну, я думаю, может, экономистом. Не знаю, что надо хорошо подумать. На сцену за сертификатами на получение денежной премии в 5000 рублей поднялись 145 выпускников. Из них 13 человек – стипендиаты мэра. Свой звездный час они разделили с теми, кто поддерживал их все эти годы, с учителями и родителями. Выпускники признались, этот вечер – один из самых запоминающихся и трогательных моментов. Награда далась с трудностями, с учетом того, что я мастер спорта по художественной гимнастике, совмещала и учебу, и спорт. Слова благодарности, в первую очередь, хочу сказать своей маме, я очень люблю и уважаю. Также хочу сказать спасибо учителям, своей самой лучшей школе 12-й гимназии. Грустно и радостно одновременно, потому что вроде как школу закончил, с медалью. Не хочется заканчивать школу. Но, конечно, удалось это все нелегко. Пришлось потрудиться 11 лет. Выпускникам пока отдыхать некогда. Они готовят программы к выпускным балам, которые пройдут уже в эту пятницу. А сегодня свой подарок им преподнес хор учителей. Маргарита Платонова, Павел Емелин. К этому часу Белгород.